В Красноярске снова хотят вернуть вытрезвители. В Москве этот закон прошел первое чтение в Госдуме. У нас сегодня устроили круглый стол с полицейскими, медиками, представителями Минсоцполитики и депутатом Госдумы Юрием Швыткиным. Все единогласно проголосовали «за». Но вопросов по-прежнему много. Кого именно забирать в вытрезвители, на какие деньги их там содержать и какими законами при этом руководствоваться. Сейчас в России такие медучреждения действуют в 20 субъектах. В Красноярске последний раз они работали на универсиаде. Этот опыт и должен помочь, уверены в правительстве. У нас было это организовано именно как социальная услуга, именно дневного или ночного пребывания не более 12 часов для отрезвления, собственно. И здесь было реализовано именно межведомственное взаимодействие. Органы полиции доставляли. Медицинская организация определяла степень опьянения. На самом деле здесь медики должны быть обязательно задействованы, потому что вряд ли кто-то сможет на глаз определить это среднее или тяжелое степень опьянения. Во время универсиады вытрезвители финансировали из бюджетных средств. Это дорого. Но точных цифр никто назвать не может, потому что тогда федерация спонсировала всю подготовку к соревнованиям, в том числе и вытрезвители. В будущем учреждения планируют содержать и за государственные, и за частные деньги. Вопрос, который еще обсуждается, это, конечно, вопрос платы. То есть, за чей конкретно счет. Если это бюджет, то есть такие мнения, почему мы должны за это платить. Ну, то есть, вот, может быть, и справедливее, чтобы за это платил тот, кто в этой ситуации оказался. Но тогда говорят, что не возникнут ли какие-нибудь коррупционные схемы в этой связи. Какой-нибудь план будет по набору туда людей, вот, и так далее, и так далее. Второе чтение закона в Госдуме, где и должны ответить на все вопросы, состоится уже в декабре.